В жизни всегда есть выбор. Действуй или убегай, прощай или мсти, люби или ненавидь, но только не бездействуй. Если противник сильнее, твои действия должны выйти за пределы его понимания. А может, любовь, это не когда люди смотрят в одном направлении, а когда они закрывают глаза и по-прежнему видят друг друга. Жизнь, это бесконечное повторение. То, что мы недопоняли в первый раз, происходит с нами снова. Чуть-чуть по-другому. Если мы по-прежнему не понимаем, событие возвращается до тех пор, пока мы не усвоим урок окончательно. В жизни всегда получаешь то, что выбрал. Жить вдвоем, значит вместе решать проблемы, которых не возникло бы, если бы вы не начали жить вдвоем. Все мужчины с великими теориями о женщинах, всего лишь мужчины, которые женщин боятся. Заметь, куда целится противник, часто это его собственное слабое место. Вам не нравится этот мир? Придумайте другой, который будет лучше. Вы считаете, что Бог несовершенен? Встаньте на его место. Зло нужно для того, чтобы узнать добро. Лишь противоречие позволяет узнать истинную сущность вещей. Ваша мысль – лишь бледная копия размышлений великих, которых вы цитируете. Иногда одно одиночество просто располагается рядом с другим, вот и все. Тогда они становятся парой, два одиночества, которые идут по жизни бок о бок. Вероятно, забывчивость – процесс сохранения, чтобы не сойти с ума. Иногда просто необходимо отказаться от вещей, привычек, людей из нашего прошлого, какими бы привлекательными они ни были, чтобы идти к будущему. Иногда стоит немного подождать, чтобы маятник качнулся в другую сторону. Что было на дне – всплывает, а что плавало на поверхности – тонет. Люблю людей, которые, совершая ошибку, извиняются после этого. Выигрывает не всегда тот, кто умнее, но тот, кто может видеть на шаг вперед, тот, кто оказывается там, где его не ждут, и совершает непредсказуемые поступки. Люди делятся на две категории – на тех, кто читает книги, и тех, кто слушает тех, кто читает. Все нужно делать вовремя. Вчера было слишком рано, завтра будет слишком поздно. Люди пытаются уменьшить свои страдания вместо того, чтобы построить свое счастье. Все маски рано или поздно падают. Когда кто-то ходит на кончиках пальцев, чтобы казаться как можно более высоким, он в конце концов устанет от этого занятия. Люди слушают, но не слышат. Смотрят, но не видят. Знают, но не понимают. Все стало одноразовым – вилки, ручки, одежда, фотоаппараты, машины и вы сами, не замечая того, тоже становитесь одноразовыми. Когда мудрец показывает на луну, дурак смотрит на его палец. Красивых девушек всегда ненавидят. Дорога, которая раньше была почти непроходимой, теперь кажется легкой, все препятствия, однажды преодоленные, нам уже не страшны. Даже если заранее ясно, что дело обречено на провал, нужно драться, чтобы враги ничего не получили даром. Люби своих врагов, хотя бы ради того, чтобы действовать им на нервы. Всегда будет огромная разница между теми, кто спрашивает, почему ничего не получается. И теми, кто спрашивает, как сделать так, чтобы все получилось. Лучший способ примирить враждующих друг с другом коз и баранов – это позвать волка. Диктатура – это «заткнись». Демократия – это «болтай-болтай». Мишель, надо читать книги. Люди делятся на две категории – те, кто читает книги и те, кто слушает читающих книги. Поверь, к первым принадлежать лучше. Падение происходит именно в тот момент, когда тебе кажется, что ты достиг вершины. Мобильник – новая современная форма бестактности. Палачи всегда ненавидят своих жертв. Особенно если те простили. Мстить другим – значит придавать им слишком большое значение. Пока мудрец ищет правду, глупец ее уже нашел. Можно смеяться над чем угодно, но ни с кем попало. Понимают лишь те, кто хочет понять. Мы оба автономны. Мы оба дополняем друг друга. Мы оба отказались изменять друг друга и приняли наши недостатки. Показная наигранная доброта так же тошнотно приторна, как суп из зефира на меду с гранатовым сиропом. Мы ищем там, где нам удобно искать. Попробовать все, испытать все, собрать сведения, не пользоваться прошлым опытом или опытом других, и доверять только себе. Мускул, который не работает, атрофируется. А ведь храбрость – это мускул, независимость – это мускул, амбициозность – это мускул. Посмотри на звезды. И цени, что ты живешь. Мужчинами так легко манипулировать. Женщине достаточно быть независимой от них, чтобы они хотели зависеть от нее. Радость – самая великая из всех лекарств. Не хочешь разочарований – откажись от амбиций. Смириться с тем, что ты оказался в толпе придурков, можно только став одним из них. Не будьте быками, которые бросаются на красную тряпку. Не позволяйте эмоциям преобладать над собой. Вы, а не противник, решайте, где и когда ударить. Свет – это все. В случае сомнений поступай так, как делает подсолнечник. Ищи источник света и поворачивайся в его сторону. Наш враг – не зло. Наш враг – невежество. Самый важный момент – настоящее. Самый важный поступок – суметь отстоять сегодняшний день. Счастье – это жить и просто ходить по земле. Настоящая любовь не между телами, а между душами. Родитель – это такая профессия, в которой невозможно преуспеть. Нужно ограничиться тем, чтобы причинять как можно меньше зла. Одиночество легче переносить, когда ты счастлив. Странно все же, что люди, навредившие вам, считают, что во всем виноваты вы сами. И если вы к тому же окажете им услугу, тогда их ненависть вообще уже не будет знать никаких границ. Нельзя объяснить вкус соли тому, кто пробовал лишь сахар. Теперь, когда я знаю, что мир зависит от таких легкомысленных людей, как мы, я думаю, у меня есть повод для беспокойства. Никогда не объясняйся. Никогда не оправдывайся. Как только ты попытаешься объяснить свои поступки, тебя тут же сочтут виноватым. Толпы можно держать в подчинении насилиям и страхам, но легче их покорить обещанием свободы. Никого не любя, люди привыкли делать вид, что любят всех. Тот, кто задает вопрос, рискует на пять минут прослыть глупцом. Тот, кто не задает вопросы, останется глупцом на всю жизнь. У любого выздоровления есть цена, для любого чуда требуется жертва. Я никогда не скажу неправды, но иногда я не скажу всей правды. Чтобы найти верную дорогу, надо сначала заблудиться. Юмор и любовь – два самых мощных болеутоляющих. Удивительно, какую естественную покорность проявляют даже самые харизматичные мужчины перед женщиной, которая знает, чего хочет. Чтобы что-то изменить в своей жизни, нужно изменить себя. Чтобы найти иголку в стоге сена, достаточно сжечь сено и провести магнитом над пеплом. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат была вам близка. И не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok